Главная в волейболе команда считает Юлия Шабалина. Кто возглавит турнирную таблицу на спартакиаде города, решает спортивная удача. Но чтобы она улыбнулась, нужно сыграться. Вообще никогда один игрок ничего не решает. Именно умение подстраховать, умение помочь, где-то поддержать, где-то прикрикнуть, где-то сказать, что аут не беги, где-то наоборот дать сигнал, что нужно спасать мяч. Именно командная игра, конечно же. Десять женских сборных предприятий и организаций города встречались в течение четырех дней. По результатам первых выходных определились лидеры – шесть команд. Явных фаворитов как бы нет. Все претендуют на первое место в этой шестерке. Выделяются, конечно, газовики, Пурнефтегаз, Харампурнефтегаз и Управление образованием. Кто займет из них первое место, покажет следующие выходные. Вопреки прогнозам главного судьи, четвертой стала команда «Беларусьнефть Сибири». Сплоченность команды, конечно. И чтобы была правильная расстановка, чтобы был связующий, нападающий, защитник. В общем, чтобы была командная игра. И соперники были хорошие, сильные, но мы как бы собрались. Команда у нас молодая, но достаточно подготовленная. Готовилась и команда «РН Пурнефтегаз». Команда у нас тренируется два раза в неделю, вторник и четверг. Это не основная команда, а все, кто хочет желать приходить на соревнования. В этом году количество женщин значительно больше, чем по сравнению с предыдущими годами. Волейбольная схватка заставила поволноваться не только игроков, но и болельщиков. На трибунах юные поклонники командной игры, друзья и коллеги. За «Роснефть Пурнефтегаз». Это родная команда, за них пришел болеть. Некоторые игроки уехали в отпуск, которые играли в прошлых играх, в прошлые выходные. Поэтому будем смотреть. Но надежда есть. Команда «РН Пурнефтегаз» не подвела, завоевав бронзу даже не основным составом. Открытием этой спартакиады стала команда «Харампурнефтегаза». Черно-желтая форма принесла девушкам заслуженное серебро. Я играла профессионально в школе много лет. Занималась Кривицкого Сергея Ивановича в составе команды «Буровчанка». И вот спустя пять лет решила вернуться и сыграть за свою организацию «Роснефтегаз». Готовились мы три недели, хорошо сыгрались и выиграли. Победителями традиционно стали газовики. Следили за играми. Зинаида Исаева, Елена Канина, Денис Гимб. Новости Губкинского.